Город Ак-Тубе посетил большой московский цирк. Такие события всегда радуют гостей и жителей города. Яркое шоу, веселые клоуны, фантастические трюки и очаровательные зверушки. Все это вы увидите, посетив цирковое представление. Ваши аплодисменты! Юрий Ермолов рассказал нам о том, как артисты выкручиваются из ситуаций, выходящих из-под контроля во время представлений. Вот сегодня у меня как раз не получилось девять колец. Это европейский рекорд, который исполняется на каждом представлении мною. И сегодня два раза не получилось трюк. Но после этого трюка идет другая мизансена, которой надо подойти на каком-то воодушевлении, выполнив трюк. Тем самым зритель поддерживает. И вот пришлось два раза повторять, три раза повторять, чтобы на третий раз и собрал шквал аплодисменты, потому что зрителям понравилось, потому что трюк все-таки выполнен. Выполнил очередной европейский рекорд состоялся. Особенно зрителей порадовали милые и забавные зверушки. Кроме дрессированных собачек, гостей представления удивляли восточные красавицы. Такого эффектного выхода овечек никто не ожидал. У очаровательной ламы по кличке Люси был дебют. Воздушная гимнастка и дрессировщица Эмилия Будилович рассказала нам о том, насколько сложна и в то же время удивительна работа с животными. Самое сложное, это, наверное, действительно очень тонко чувствовать настроение животного. Очень тонко понимать, что оно само чувствует в данный момент. В работе, в репетиции, на представлении, просто в общении. Потому что животное всегда само подсказывает, какое у него настроение. И если пойти поперек, то действительно вряд ли что-то получится. Главное, это какой-то альянс с животным. Понимание его души, действительно, потому что, как это, может быть, покажется некоторым странно, но овечки, это, конечно, не только шашлык, это не только шерсть, но это действительно очень большой, богатый внутренний мир. Они очень интересные животные с очень большим потенциалом. То есть они могут выполнить практически любое пожелание человека. Главное, действительно, понять их настроение. Зрители поддерживали артистов бурными аплодисментами. Каждый, кто окнулся в этот сказочный мир, почувствовал себя ребенком. Улыбки и сияющие глаза зрителей не могли скрыть той радости и наслаждения, которые были получены от представления. Девять копытных животных. То есть это овечки и ламы, это копытные животные, хищники, у нас три хищника в программе, пумы. Они еще маленькие, правда, начинающие, но вот в ближайшее время уже появятся на манеже, порадуют зрителей. Пумы у меня, тигр у нас есть маленький в программе. Как-то рептилии разные, птицы. Действительно, очень насыщенная программа, наверное, единственный цирк, которым стоит такое количество животных, причем разнообразных животных разных видов. Во время антракта у зрителей циркового представления была возможность сфотографироваться с животными. Самым смелым удалось покататься на экстремальном аттракционе. Получить удовольствие от циркового представления смогли как взрослые, так и их родители. Артисты большого московского цирка сделали все, что могли. Они порадовали зрителей своими фантастическими выполненными трюками. Насладиться зрелищем смогли Айшат Ибрагимова, Кадатас Магомедов, специально для программы «Твое утро».